Так, у нас вторая серия. Заур Уришев готовит нам жалбаур. Сейчас он пожарит озеро Шатхурей. Заур, у тебя опыт большой, наверное, да? Ну да, есть опыт. Я раньше работал в турбазе Долины Нарзанова. Это с 85-го года работал. Короче, специалист со стажем. Инструктором горного туризма работал. Инструктор горного туризма. Ну опыт есть, там шашлыки пожарились. Кем я не работал там? Пока по чайку дали. Можно. Кем только ты не работал. Ну да, конечно. Житель селения Каменомоцкая, да? Да, конечно. Коренной житель. Родился, вырос. Уришев. А? Уришев. У нас есть этот знаменитый борец, Анзор. Ну да, есть. Уришев. Вот это его родственник ближайший. А где остальные? Анзора. Анзора Уришева приглашает Заур. Уришев. Он здесь был раньше вообще? Ну был, конечно, но я не встречался, поэтому я хочу пригласить официально. Официально, так сказать. Официально, да, официально. Понятно, понятно, понятно. Так что если кто-то увидит, передайте этот ролик, передайте Анзору Уришеву. Что, Заур его ждет? За Уришев. Ну не только за Бауром. Не только за Бауром. Да. Все есть у нас. Все имеется. Все имеется. Да, да, да. Начиная с антрикотта, кончая, вот баранина, все есть у нас. Баранина тоже есть? Конечно, конечно. Конечно, конечно. Крепчелки. Мангалы, дрова, все, что надо, все под боком. Хачины все делаем. Хачины. Горный чай. Угу. Айран. Все есть у нас. Что захотят, то и... Любой каприз, да, Зуб? Точно. И поприемлемоцей не это. Поприемлемоцей. У нас очень дешево, недорого. Ну, понятно. А? Ну, два манеса. Садыр. Ого. Садыр, аминомор. Не, нет, тысяча триста, наверное, примерно. Тысяча четыреста вот так, на уровне моря. Я так думаю. Разве... В долине Нарзанов наверху, вот, где кругозор, 2100 было. Ну, примерно, вот так и выходит, я так думаю. Тысяча четыреста, тысяча триста вот так, на уровне моря. Заур, а до долины Нарзанов сколько километров примерно отсюда? Ну, километров 40 примерно будет. Около 40 километров, да? Да. Дорога грунтовая или там как? Дорога до Кичмалки асфальтированная дорога. Ага. А после Кичмалки грейдерная дорога, ну, прекрасно. Ну, проехать можно на любом транспорте. На транспорте, на легковушке можно доехать. Ты там давно был, в долине Нарзанов, последний раз? Ну, в прошлом году я был. Там, говорят, изменилось все, да? Да, очень красиво сделали. Очень, очень красиво. Мы были года два назад, ну. Каждый днем там делают вот разные вот, чтобы люди отдыхали. Да, облагораживают все. Облагораживают, да. Кафе несколько там, да. И для детей там есть, где можно отдыхать. Для детей уже, ага. Там очень красиво иметь. Заур, вот мы сегодня были в Каменномосском у вас в селе. Хотели найти тот дом знаменитый. Вот был такой Астемир Шериф, который познакомился, значит, с одной дворянкой, Хомяковой. Да, да. К сожалению, его уже нет этого дома. К сожалению, к сожалению. Хотели заснять его, да. Дом уже рушится, но я не знаю, может, восстановит, может. Ага. Не интересовался. Ну, а так стояло. Понятно. Ну, ты в курсе этой истории, да? Да, был такой Астемир Шериф, который познакомился в Кисловодске с этой женщиной. Там у них любовь, морковь. Ну, Астемир красавчик был, поэтому друг другу нашли. Они нашли. Жена ревновала, говорят. Ну, это... Селимат. Они, по-моему, еще... Хомячиха, вот, княгиня... Хомячиха, да, ее называли в народе. Ну, это я понимаю. Она еще построил... В совхозном, это... Прям совхоз габардинский. Там... Она монастырь построила. Церковь, по-моему, у них. Да, монастырь, да. Работает еще, да? Да, сейчас, женский монастырь находится. По-моему, она и мечеть построила, да? Мечеть тоже построила. Ну, мечеть, я не знаю, это точно. Ну, в общем, была здесь такая история любви. Астемир Шериев и Екатерина Хомякова. Ее брат родной, кстати, был председателем Государственной Думы в России. Ну, это конец 19-го века. История любви такая. Так, что у нас тут с жалбауром? Ну, жалбауры потихоньку-потихоньку это надо жарить, а то... У меня жалбаук зелью здесь с тобой. Не спеша, да, так? Не спеша. С душой, с душой. Здесь жира много, поэтому сразу пламя получается. Понятно, понятно, понятно. Товарищ вот с тобой, как представьте, как его зовут? Муса его звать. Фамилия как Муса? Куготов. Куготов, да? Тоже житель Каменномост. Житель Каменномост, очень прекрасный парень. Вы друзья, наверное? Мы с детства друзья. С детства друзья. Мы вместе еще работали в турбазе Дали Нарзанов. Ага, ага. С тех времен. Ну, понятно, понятно. В 85-го года там работали. Директориста, знаменитая Алла Хабасовна. Как ее фамилия? Эльбердова. Эльбердова, да? Ну, при ней мы работали. Ага. Когда Алла Хабасовна работала. Пять лет мы работали там. А вот сейчас турбаза Дали Нарзанов. Очень порядочная женщина была. Чистоплотная. Она жива или нет? Вся труба зацвела. Все, а 90 с чем-то. Молодец. Все, хорошо. Так, ну... Такая чистота там была эта, когда она работала. Вот так и жарим. Вот так и живем. Так, значит, у нас сегодня такая встреча получилась незапланированная. Случайно, спонтанно. Ну, да. Приехали сюда, познакомились. Прекрасные люди. Добрые, отзывчивые хозяева. Добро пожаловать! Ну, да, конечно. Озеро Шадхурей. Мы очень любим людей. Гостей мы любим. Много приезжают вообще сюда туристов? Да, вот на субботу, воскресенье приезжают нормально. А так на будние дни немножко мало, но со временем... Вы планируете... Из-за погоды получается. Да, да. Ну, сейчас немножко так на эти майские дожди. Я не мыл, да. Немножко неудачно. Так, ну, тогда... Так, пару слов хочу сказать о Жалбаури или Жалбаури. Мы до этого неоднократно снимали. Это традиционное балкарское блюдо, очень вкусное. И в комментариях спорили, как правильно писать. Жал, Жал... Даже сами балкарцы между собой спорили. Я не знаю, напишу в двух вариантах, чтобы не было споров. Может, кто-то там обидится. Ну, там уже близко к сердцу не принимайте, как говорится. Мы делаем, что с собой не так, чтобы не было лето. Мы делаем очень вкусное. Мы отбиваем. Это не тяга. Мы делаем. Субтитры делал DimaTorzok 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 ощущение супер супер барашку хорошо кормили все ты поставил вынес вердикт спасибо я там готовлю еще что ты готовишь там люля готовлю это потом уже вот сейчас нет я говорю репортаж заканчивается как заканчивается вы только начинаем работать день только начинается до утра здесь будем что ли почему до вечера вот видите какой гостеприимный хозяин не отпущу говорит пока люля не мои люля не отведаете не только что у меня есть все надо пробовать мы не будем у тебя забирать последние как это последние не бывают у меня у нас все время свежие мясо и все есть у нас начиная вот с айрана кончая хлеба все все свежие помидоры и огурцы я плохой не покупаю самые выборная покупаю у все молодец так и надо нормально они покушали вкусно было вот из-за этого я я стараюсь все время молодец молодец так супер а люля ну как конечно люля на жиру это люля накручиваешь на баранье на бараньем жиру и это они наверно уже самом жиру жарится это внутри и очень вкусная вот кто пробовать так и из-за этой люли люля это приезжать значит покушать даже антон пока ты не поедешь по не поешь люля ты отсюда не увидишь заказывает у меня а он заказывает давай тогда раз мы решили продолжить репортаж заур ты это ты сам лично делаешь ну да вот заготовочки я заготовку это мой друг дела ну понял ну просто скажи что там рецепт они не говорили я не про рецепт вообще что это мясо жир ну ты сказал уже это мясо это баранина легально через мясорубку пропускают два раза прокручивают и после этого обматывать жира этот баранье а ну да понятно понятно хорошо это баранина да за баранина жиру это делается понял понял все вопросы это необычная люля это специально делаю вот делают вот так это необычная люля а это люля необычная вот так заур какой ароматный запах стоит вид какой соблазнительный суши вкуснятина делаем сейчас мы попробуем конечно вы скажем правду всю правду всю правду надо говорить и врать не будем вот это твои наверно фирменные дали уля это очень не только ароматный вот аппетит вы видите и посмотрите и вкус и все будете оценивать обязательно обязательно ну ты сам иногда пробуешь это как иногда я каждый день каждый день без этого нельзя без этого жизни перепелки готовым должен быть перепелки тоже вашу да конечно все есть у нас все вот твое любимое блюдо какое кроме рыбы все готовы твое любимое блюдо дома вот ты любимая вот да вот любимая например одно из любимых вот это да еще вот индейки тоже готовим шашлыки а из индейки очень вкусно получается да вот здесь у нас очень интересно шашлык из индейки антрикот из телятины ну все молодые мои реже чисто натуральные натуральные вкусные ну слюни текут уже дать а зачем нам вилки руками будем есть вот там горячие 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 бабы сказал что на бараньям журу курдюк присутствует курдюк и что вот это совсем другое дело до полет полет на венеру заур мы тебе очень благодарны сегодня еще раз повторюсь познакомились с этим замечательным человеком было очень вкусно особенно твои любля нам понравились молодец я от души готовлю от души и и поэтому они такие вкусные я люблю когда довольные вот я довольные уезжают муса тоже здесь активно принимал участие да так что побольше вам клиентов чтобы у вас всегда вот так было все вкусно удачи вам спасибо приезжайте мы очень рады всегда кубцов берет чат басанда маку а дай дала кучу